всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл в коробке такой вот черный прикольной коробки слышите там телефон телефон от компании samsung при том что необычно не знаю насколько для вас это важно не важно но samsung многие годы не давал эксклюзивные продажи никакому из магазина даже очень крупному в этом году компания samsung дала эксклюзивно продажи samsung galaxy m20 компании тимол кто не знает тимол это как алиэкспресс только свои преимущества в том что склады в москве ну и понятно что гарантия будет осуществляться не из китая а именно тимол это россия находится все в москве убираем или оставляем пусть кадр будет такая красивая черная коробка смотрим на сам телефон на самом деле я уже делал обзоры всех этих a20 a40 a30 a50 и так далее м20 samsung почему-то позиционирует как для молодежи хотя почему если я скажу вам цену знаете она удивительная единственное имейте ввиду цену которая назову 11 с половиной тысяч сразу скажу что батарейка 5000 миллиампер час есть модуль nfc есть тройной слот все очень круто она будет только старт продаж 24 мая 2019 года эксклюзивно будет продаваться на тимол стоить будет 13 990 но в первый день за 11 500 и за 11 500 конечно это будет очень интересная покупка можно закрыть глаза на недостатки которых если честно здесь как таковых явных и нет но по процессору подробнее поговорим как обычно это будет позже что касается внешнего вида то во первых хочется отметить что телефон 186 грамм весит за счет большой батарейки он не чувствуется какой-то огромной лопатой да это пластиковый но при том не сильно скользкий как неудивительно но марки телефон то есть отпечатки пальцев собирает выглядит немножко игрушечным честно говоря но покупая такой телефон за небольшие деньги здесь основной основной покупатель телефона за счет огромной батареи поэтому про батарейку можно сказать сразу действительно держит очень долго телефон у меня не очень большое время находится поэтому я не успел покрутить тест на максимальной яркости видео как я обычно делаю но 5000 батарейка пусть экран здесь pls на самом деле это разновидность IPS экрана и как ни странно в текущей версии прошивки нет настройки цветовой температуры почему-то я здесь ее не нашел так вот даже учитывая что здесь не amoled экран все равно держать будет дня полтора-два минимум даже при активном использовании но опять же все люди разные пользуются по-разному но 5000 батарейка это реально очень хорошо сам телефон если не брать вот лично для меня какой-то такую игрушечность в принципе в нем все есть при том все как на более старших братьях ну к примеру здесь full hd разрешение на 6.3 дюйма точнее full hd плюс чуть более 400 пикселей на дюйм что на мой взгляд достаточно сам телефон пластиковый марки но не скользкий сверху есть вырез под фронтальную камеру его можно скрыть но честно говоря мне не нравится как это происходит потому что со всех сторон углы телефона скругленные ну как в принципе они во всех телефонах так можно не заострять на этом внимание но вырез когда скрываем они скругление по краям не сделали вырез скрывается просто ровненько но может быть вам это мешать не будет можете оставить так по управлению по телефону все также несмотря на то что телефон относительно недорогой сохранили и сканер отпечатка пальцев но он какой-то странный нет он в принципе срабатывает может быть не быстро может быть занимает где-то секунду а то и полторы по сравнению с более дорогими а то и даже две, я от вас это не утаиваю, не быстрый, но разблокирует. И что интересно, когда сканер отпечатка я заносил, нужно было именно провести, я такого очень давно не видел. Обычно просто касаешься разными частями, а здесь нужно было медленно провести, но главное срабатывает. Единственное неудобство, что его нужно нащупать, сначала нужно нащупать, а потом четко к нему прислонить. Ну придираться не будем. Опять же есть разблокировок очень много, как в любом Android устройстве, плюс разблокировка есть по лицу, через фронтальную камеру работает. Кнопки включения, кнопки громкости, все в принципе стандартно на правой стороне устройства. Динамик снизу, в принципе, не в принципе, а нормальный, я не могу сказать, что звонок не слышно или как-то не хватает громкости, если я смотрю YouTube, обычный. Разъем USB Type-C, что приятно, не microUSB, и разъем для наушников на нижнем торце телефона. Сверху есть дополнительный микрофон. С внешним видом закончили, переходим к экрану поподробнее. Но я про него уже рассказал, наверное, повторяться смысла нет. Full HD+, 400 пикселей на дюйм. Яркость, ну нормальная, учитывая стоимость устройства, я ставлю на максимум, мне хватает. Ну конечно, прибавить бы еще немножко, но для этого есть более дорогие телефоны. Автояркость есть, не сэкономили. Но не нашел именно настройки цветовой температуры экрана. В версии Android 8.1, оболочка в данном телефоне работает телефон, при том обновление. Сегодня, в конце мая я снимаю обзор, обновление прилетело, улучшил работу сенсоров и общую производительность. Если мы посмотрим сведения о ПОД, то увидим Samsung Experience 9.5 версия Android 8.1. Есть очень много фишек, которые мне нравятся в Samsung. Например, если у нас на экране контакт, мы подносим телефон к уху, происходит вызов. И в контакте, если мы направо или налево проводим, то опять же соединяемся. Знаете, как ни странно, иногда какие-то ложные нажатия. Притом я не понимаю, почему. Возможно, дело в том, не ложное, когда я держу телефон в руках, вот я подушечками пальцев его почему-то касаюсь. Может быть дело в бортике, он слишком выступает и корпус утоплен, я понять не могу. Вот я такое заметил иногда, не часто, но иногда такое случается. Либо у меня руки такие, когда я держу телефон в руке, что-то может нажаться. Раньше такого я не замечал, но возможно излишне придираюсь. Про батарейку рассказал, рассказал про экран. По процессору, ребят, тут на самом деле в Antutu набирает порядка 100 тысяч баллов, что немного. И Antutu тест показывает, что это как будто бы процессор 7885. Но на самом деле это процессор 7904. Тут 8 ядер, так-то частота 1.8 максимальная. Ну, конечно, это средний процессор, пусть он и выглядит круто, но все-таки нет. Малит G71 двухъядерное видеоядро и тот же PUBG Mobile, например, мне приходилось ставить вообще минимальные просто настройки, чтобы можно было играть. Поэтому вы понимаете, что покупая телефон с NFC, с огромной батареей, реально, в принципе, с хорошей камерой, о них мы сейчас поговорим, камера действительно неплохая. Даже эффект боке умудряется делать не хорошо, то есть аккуратно, что удивительно. Но играть на нем будет тяжело. Но я понимаю, что выигры играют далеко не все. Ну, просто знайте, что производительность здесь средненькая, скажем так. Что касается камер, то тут у нас полный порядок. Основные камеры 13 плюс 5 мегапикселей, при том вторая камера, она здесь для широкоугольной съемки. И она здесь реально классная. Я хвалил это на других моделях Samsung, хвалю и здесь. Широкоугольная съемка умещается больше в кадр, искажения по краям есть, но относительно небольшие. Можно делать не только фото, но и видеосъемку. Видео пишет максимум Full HD. И основная и фронтальная камера на 8 мегапикселей. Есть эффект боке, и эффект боке при том хороший, если для вас это важно. То есть размытие, вот фотографии можете по ссылке посмотреть, происходит равномерно. Достаточно молодцы, что сказать, учитывая относительно невысокую стоимость устройства. Тем более, если на старте продаж за 11500, на мой взгляд, очень хорошо. Можете сами посмотреть оригиналы, как он пишет видео, посмотреть примеры фотографий, на мой взгляд, вполне себе неплохо. Отмечу, еще раз подчеркну, здесь есть модуль NFC, здесь есть все модули GPS, GLONASS, Beidou есть. И есть даже FM-радиоприемник, если вы его до сих пор слушаете. Работает, правда, при подключении только наушников. Без проводов не работает. Есть, давайте подведем тогда итоги. Есть сканер-отпечатка, не сэкономил, экран, пусть не AMOLED-овский, как на других телефонах, а IPS, ну разновидность IPS, Full HD при том разрешение. Есть режимы энергосбережения, разумеется. Это все в плюсах, скажем так. Есть, конечно же, в общем, неплохие камеры, ничего плохого про них не скажу. И, как таковых минусов, я не знаю, честно говоря, единственное, у меня вот периодически пальцами своими ложные нажатия происходят. Все-таки, я думаю, это за счет вот этого высокого бортика. Но в остальном, за эти деньги, покупая телефон, ожидаешь меньшего. По крайней мере, модули NFC за такие деньги очень сложно поискать. По-моему, даже, наверное, не найти. Хотя могу ошибаться, надо гуглить, смотреть. Поэтому вывод делайте сами. Если будете такую модель покупать, то, еще раз обращу внимание, 24 мая старт продаж, 11500 на Тимоле продается. Доставка будет отсюда, не из Китая. Гарантия отсюда. И даже, ну, для меня, по крайней мере, человека, который в этом варится, скажем так, а я с 2002 года варюсь в электронике, нахожусь в электронике, разбираюсь в этом, то то, что Samsung отдал эксклюзивам эту модель, версия, кстати, памяти, 3.32 продается. В эксклюзиве отдал на Тимол. Это, ну, для меня, по крайней мере, говорит о многом. Что Samsung такая большая, крупная компания и дала именно Тимолу эту модель продавать в эксклюзиве. На этом у меня все. Как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо.